Наташа, расскажите мне, пожалуйста, про Атлантик. Называется она Immigration Pilot Program. Почему она популярна и почему народ настолько интерес проявляет к этой программе? Эта программа является программой провинциальной. В ней объединились четыре провинции атлантические. Это New Brunswick, Nova Scotia, New Falmouth and Labrador и Prince Edward Island. Эти провинции объединились, чтобы закрыть недостаток рабочей силы на местах у работодателей. Эти четыре провинции не самые популярные для миграции среди иммигрантов из-за рубежа. В этой программе, по сравнению с другими программами провинциальными, уж тем более федеральными, достаточно низкие требования к аппликантам. Первое и самое главное требование – это получение job offer или предложение о работе. Давайте здесь немножко остановимся поподробнее. Что нужно человеку сделать для того, чтобы получить job offer? Простого ответа на этот вопрос, к сожалению, не существует, но есть несколько способов. Первый способ – бесплатный и только затратный в плане времени – это поиск работы через открытые источники в интернете. Сюда я отношу все открытые сайты, где публикуются вакансии в Канаде, и также рекрутинговые агентства или рекрутеры, к которым вы можете обратиться, и они должны помочь вам бесплатно, потому что они получают свой процент работодателей, а не бесплатный. А человек может писать в резюме, допустим, сам отправлять их оттуда, я не знаю, с России, с Украины, с Казахстана, прямиком в Канаду? То, что он может это делать, это понятно. А есть ли шанс вообще? То есть это дает что-нибудь? Или это другой вопрос? Шанс есть всегда, конечно. Но, скажем так, они будут гораздо ниже, чем у тех людей, которые имеют право на работу в Канаде, естественно. Но, тем не менее, я считаю, что в этой ситуации не вредит стучаться во все двери. И если у вас есть время потратить, разослать 100-200 резюме, и вам один, два, три раза на это ответят, считайте, что это очень хорошее введение. И отчаиваться в любом случае не нужно. Нужно пробовать и пробовать по всем направлениям. Да, возвращаясь к требованиям, как я уже сказала, самые главные требования имеют приглашение о работе. Еще один вариант его получить – это так называемые выездные сессии. Это тоже очень популярный вопрос среди моих клиентов – рассказать, как это работает. Если очень-очень кратко, то «Атлантический пилот» и отдельно, например, провинция Нью-Брандсвик проводят так называемые выездные сессии или ярмарки вакансий. Они могут происходить в разных городах и в разных странах. Информация публикуется на их сайтах заранее. Нужно зарегистрироваться на эту сессию, дождаться приглашения и поехать на эту ярмарку вакансий. Там будут находиться работодатели и миграционные офицеры. А как это физически выглядит? То есть туда может приехать каждый или туда должны пригласить? То есть приезжает представитель непосредственно из Канады туда, да? Да, на эти сессии приезжают представители работодателей, участвующих в программах и миграционные офицеры. Туда можно попасть только по приглашению. То есть нужно отправить заявку через сайт, и когда вас пригласили, вы можете туда ехать. Для успеха на этой сессии, конечно, вам нужен английский, чтобы проходить интервью. Вам нужно хорошо составленное резюме. И вам нужно иметь подтверждение вашего уровня английского. В случае наших стран это IELTS. И подтверждение вашего уровня образования. Вот для английского языка должен быть какой-то определенный специальный балл, уровень. Какая цифра? Так называемый балл CLB, Canadian Language Benchmark, 4. Когда мы это переводим на IELTS, это транслируется в уровень 4 по письму и говорению, writing and speaking. Уровень 4,5 по listening, то есть аудирование. И уровень 3,5 по reading, то есть чтение. Это не высокий уровень по сравнению с большинством других программ. Именно поэтому, я думаю, эта программа в том числе и очень популярна, потому что уровень языка, требуемый, не слишком высокий. Значит, я так понял, что вот эта вот программа делится на три подраздела. Есть какая-то существенная разница между ними? И есть ли какое-то различие в плане сложности между этими подразделениями? Я бы не сказала, что есть различия в плане сложности. Между первыми двумя High Skill и Intermediate Skill разница очень небольшая. В High Skill так называемый уровень профессии или NOC, NOC, должен быть высоким. Нужно сказать, что NOC, уровень профессии, делится на пять уровней. Первый уровень – нулевой менеджер. Уровень A – высокий профессионал. Уровень B – профессионал чуть менее высокого класса. Уровень C – средний уровень. И уровень D – неквалифицированный труд. Так вот, в этой программе участвуют профессионалы первых трех уровней, то есть высокого уровня профессионализма. Что касается программы Intermediate Skill, то под нее можно подойти с уровень профессионализма C, то есть менее профессиональный уровень. Для примера, к уровню C относится водитель грузовика, няня, подобные профессии. Если говорить по срокам, то есть, допустим, если человек успешный аппликант, как быстро все это может произойти? То есть, условно говоря, как человек быстро может уехать? Они обещают официально, что срок 6 месяцев всего лишь. То есть физически подал заявление и через 6 месяцев, в смысле ты получил джоп-оффер, через 6 месяцев в принципе можешь уехать. Да, после получения джоп-оффер еще есть пара экстра-шагов, которые нужно будет предпринять. Но, скажем, с момента отправки полного пакета документов они обещают результат через 6 месяцев. Какова стоимость участия для заявителей в этой программе? Стоимость достаточно стандартная для других программ эмиграции. Это 1040 канадских долларов за основного заявителя. Такая же сумма за супруга или супругу. И 150 долларов за каждого ребенка. Если человек не прошел, у него ничего не получилось, эти деньги не возвращаются? Возвращается примерно половина этой стоимости за каждого взрослого заявителя. Так называемый Right of Permit Residence Fee. Он будет возвращен. Это 490 долларов. Одна из провинций, Newfoundland Labrador, опубликовала список работодателей. То есть можно обратиться напрямую к ним, разослать свои резюме напрямую к этим работодателям. А можете дать какой-то совет людям, которые заинтересовались этой программой? Что им можно сделать для того, чтобы как-то более эффективно себя продвигать в этом направлении? Самые эффективные как раз-таки эти выездные сессии. Есть какие-то медицинские требования, допустим, по здоровью? Какие требования человек должен преодолеть для того, чтобы получить вот эту вот позицию? Требования по здоровью есть общие для всех программ. По закону отказ по здоровью может быть в двух случаях. Это социально опасная болезнь, такая как, например, туберкулез. И это болезнь, которая накладывает слишком большие расходы на медицинскую систему. Например? Сейчас ситуация меняется. Еще недавно такие серьезные болезни, как диабет, аутизм, онкология, конечно, вели к отказу. Это происходило потому, что правительство ограничивало ту сумму, в которую должно было уложиться обслуживание такого медицинского состояния. И оно составляло чуть больше 6 тысяч долларов. Недавно начались разговоры о том, что такой закон не правильный с точки зрения канадских ценностей. Он дискриминирует людей по состоянию здоровья. И экономия бюджета в таком случае минимальна, а влияние на семьи, естественно, негативное и максимальное. Потому что при эмиграции всей семьи, если один из членов семьи не прошел по медицине, не то отказывают всем. Сейчас эту сумму увеличили почти до 20 тысяч долларов в год. Соответственно, большинство медицинских состояний, которые раньше были бы препятствием для эмиграции, уже ими не являются. Сказать однозначно, какая конкретно болезнь станет препятствием для эмиграции, нельзя, такого списка нет, такая информация не публикуется. Каждая ситуация рассматривается отдельно. И в зависимости от прогнозов и от стоимости обслуживания этого медицинского состояния будет принято решение о отказе по медицинским показаниям или о пропуске человека на следующий этап. Вы знаете, я почитал вот эту программу и увидел, что одно из требований соответствия программе указано способность содержать себя финансово в стране. Что имеется в виду и о каких деньгах идет речь? Деньги небольшие. Количество денег зависит от состава семьи. Деньги небольшие по причине того, что у вас уже есть приглашение на работу, то есть у вас будет доход. На одного человека эта сумма составляет чуть больше трех тысяч долларов, на двух людей около четырех, и она как бы растет с количеством членов семьи. Членам семьи, соответственно, будет относиться главный заявитель, супруга или супруга и дети. Вопрос, который мне написали на фейсбуке. Когда речь идет про детей, о каком предельном возрасте идет речь? Идет речь о возрасте до 22 лет и о ребенке, который не имеет своей семьи, то есть который не женат, не замужем и не состоит в гражданских отношениях. Это два единственных требования официальных к зависимому ребенку. Также нужно отметить, что есть так называемая заморозка возраста. То есть если вы подали на вид на жительство для своего ребенка, когда ему, допустим, было 21 год, в момент, когда ваши документы получены и ставится печать на ваши документы, допустим, то возраст всех участников замораживается. То есть ребенок остается ребенком по документам, даже если в процессе будет его день рождения и он станет старше 22 лет. То же самое касается и возраста остальных участников. Если от возраста зависит количество баллов, то также возраст замораживается в момент получения пакета документов. Я бы с удовольствием заморозил бы свой возраст, но пока ничего из этого не получается. Просто в нашей профессиональной среде так называют. Я понимаю, имеется в виду, что если он подался до, скажем, до 22 лет, то потом в период рассмотрения это учитывает, что он, естественно, стал старше. Да, то есть он будет пропущен как зависимый ребенок или депендент, как тот, кому еще не 22 лет, даже если день рождения случился после подачи документов. Возрастные ограничения. То есть человек хочет уехать по этой программе, но ему там, я не знаю, 44 года. Вообще возрастных ограничений в канадской иммиграции нет. Но есть программы, в которых количество баллов будет зависеть от вашего возраста. В Атлантическом иммиграционном пилоте они не выдвигают никаких требований к возрасту. Например, в программах, которые идут через экспресс-энтри, возраст очень большой фактор. После 30 лет за каждый год отнимают 5 баллов, и после 45 за возраст вы получаете 0. Поэтому очень популярный миф среди людей, что 45 – это ограничение для иммиграции. Ограничения нет, но есть ограничения по количеству баллов, которые вы добираете. Реалистично в возрасте 45 лет добрать достаточное количество баллов в экспресс-энтри практически невозможно. Поэтому мы говорим о том, что технического ограничения нет, но у каждой программы будут свои баллы в зависимости от возраста, или их не будет вообще. Есть какие-то требования по криминальной ситуации, то есть у человека были какие-то события в его жизни связаны с какой-то, с преступностью и так далее? Какие ограничения, какие требуются документы? Это требования по безопасности. Стандартная ситуация заключается в том, что человек предоставляет справку о несудимости из стран, в которых он жил после своего совершеннолетия. В ситуации, если были какие-то нюансы, то в зависимости от тяжести совершенных действий есть разные способы обойти это препятствие. Наташа, завершая разговор по теме, я все никак не могу запомнить замечательное название этой программы, Atlantic Immigration Pilot Program, слава богу, я уже давно в Канаде, поэтому мне это не нужно, вот я пытаюсь запомнить. Тем не менее, чтобы людям было понятно, скажите еще раз буквально по пунктикам, по пальчикам, каким требованиям человек должен соответствовать для того, чтобы пройти по этой программе? Первое требование – приглашение на работу, в зависимости от подпрограммы высококвалифицированный или среднеквалифицированный труд. Это может быть приглашение на работу на разные профессиональные уровни. В случае высококвалифицированное предложение на работу должно быть минимум на один год, в случае среднеквалифицированное предложение на работу должно быть постоянным. Второе требование – это требование к опыту, Опыт ваш должен быть не менее одного года работы на полную ставку за последние три года. Этот опыт может быть получен как внутри, так и вне Канады. Требования к образованию – это следующий пункт. Они тоже минимальны, минимум уровень школы. В Канаде это называется high school диплома. Если вы закончили образование за рубежом, то, соответственно, нужно подтвердить этот уровень в канадском агентстве. Следующий язык, как мы сказали, это уровень 4 по канадскому уровню языка. И последнее требование – это достаточно средств для переезда от 3000 долларов на одного человека, 4 на двоих и далее по возрастающей. Надаш, скажите мне, пожалуйста, в чем заключается ценность вашей услуги? То есть, почему человек по Атлантической программе должен обратиться именно к иммиграционному адвокату, иммиграционному специалисту или он может все сделать сам? Честно говоря, при должной подготовке и внимательности человек может делать все сам. Он может найти работодателя, он может заключить договор, он может подготовить все документы самостоятельно. Если же вы чувствуете себя неуверенно, вы, конечно, можете нанять иммиграционного специалиста, который либо будет вести вас от начала до конца, либо просто можете попросить его или ее проверить то, что вы сделали, проверить ваши документы, просмотреть, может быть, дать какой-то совет, что-то исправить, что-то лучшее добавить или убавить. Это будет гораздо дешевле для вашего бюджета. Отлично. Спасибо за честный совет. Давайте поговорим немножко на другую тему. Меня, даже меня лично самого интересует, и мы с Натальей обсуждали, с моей Натальей, с моей супругой обсуждали этот вопрос в отношении спонсорства родителей. Сейчас, насколько я знаю, это очень горячая тема. Вот вы мне сейчас как раз расскажете, по-моему, если не ошибаюсь, это когда? С 28 января, да? То есть, это вот прямо горит, 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 горит. Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok